За окном дождь, тепло, даже жарко, потому что надвигается лето. Скоро 1 июня. Друзья, это будет не реклама. Вернее, почти не реклама. Сейчас я сделаю одно маленькое объявление, а потом мы займемся всевозможными интересными делами. Я вам кое-что расскажу, покажу. Это у нас обзорные посиделки, поболталки. Я даже приготовил тезисы. Так что я даже, можно сказать, приготовился. Но поводом послужила вот эта коробочка. На ней есть наклеечка. На ней название магазина, с которым я сотрудничаю – Hi-Fi Go. В этом магазине на всех площадках в интернете с 1 июня по 7 июня будут грандиозные скидки до 30%. Цены на всевозможную такую технику, как вы понимаете, не очень дешевые. Можно даже сказать дорогие. Все же правильно говорить – цены высокие или цены низкие. Здравствуйте, друзья. Это я, Александр Щербин. И сегодня я иногда буду комментировать это видео за кадром. Но в кадре это тоже я. Как бы Александр Щербин. Ну, 30% – это возможность приобщиться к айфилитическим всяким игрищам. На самом деле, вы видели уже, что вот то, что мне присылают – очень интересная техника, очень классная. Вот эти наушники были в прошлый раз. Я вам о них рассказывал – Pilgrim. Я ими пользуюсь уже довольно долго. Но для настоящего обзора я еще пока не созрел. А мне пока даже прислали следующую коробочку с названием Da Vinci. Мне жутко нравится это название. Кстати, я, конечно же, посмотрел в интернете, что сулят нам производители от этой фирмы. Что это будет за изделие. Вы узнаете чуть позже. А пока я хочу вам рассказать, где начинается грань аудиофилии и разумного почитания хорошего звука. Дело в том, что на примере наушников, если рассматривать, цены всех этих изделий довольно большие. Но точно примерно такого же качества звука можно добиться с изделиями очень даже дешевого класса. Вы почти не отличите звука. Вернее, сравнивать изделия типа наушников, микрофонов, акустических систем – это довольно неблагодарное занятие, потому что они в принципе разные. Потому что невозможно сделать, вернее, почти невозможно сделать два одинаковых изделия. Они будут отличаться даже в одной партии. будут различия. Потому что это акустика. Можно сделать усилитель или проигрыватель мобильник. Мобильники одинаковыми по характеристикам, и вы не отличите ничего, что будет происходить. Поэтому я иногда очень часто говорил и говорю до сих пор, что по-настоящему хороший звук вы можете получить с обычного мобильного телефона. Я сейчас не буду рекламировать никакие марки. Потом назову то, что захочу акцентировать. В прошлый раз я вам показывал вот эти наушники. Вот они, кстати, здесь, в этой коробочке. И я не буду сильно акцентировать. Мне они жутко понравились. Они стали на второе место в моем рейтинге. На второе место они попали только благодаря тому, что из них чуть-чуть слышно наружу. Не всегда возможно работать в студии. А так качество звука и для мониторинга они просто идеальные и очень удобные. И заодно и красивые. Ладно, мы пока отставим эту часть. Дело в том, что аудиофильская техника кишит всевозможными излишествами. То есть даже в этом маленьком плеере, о котором я тоже уже рассказывал, я ссылки дам на обзор этого плеера. Очень хороший плеер. Я пользуюсь в основном для тестирования всевозможных таких аудиофильских изделий. Потому что отсюда можно получить качество звука просто великолепное. Даже в этом изделии есть всевозможные технические излишества. Я об этом подробно рассказал в этом обзоре. В частности, здесь просто используется для формирования балансного выхода два независимых ЦАПа. То есть, для формирования противофазных сигналов просто используется для одного плеча один ЦАП, для другого плеча другой ЦАП. И вот такая концепция присутствует в очень многих плеерах. Плееры даже... Вот я недаром открыл на моем компьютере. Тут открыт плеер. И он стоит ни много ни мало три с половиной тысячи зеленых денег. Ну, это просто обычный андроид-плеер. В нем ничего особенного нет. Но там акустический... То есть, в нем привезена блок-схема. И можно увидеть, что там также применяется не только параллельная работа ЦАПов, но и опять-таки для каждого плеча балансной схемы применяются отдельные ЦАПы. Вернее, там даже несколько ЦАПов, работающих параллельно. Это безумие, по-моему. Но самое интересное, что якобы погоня за таким качеством. Несколько ЦАПов, параллель ЦАПы. Там чуть ли не отдельные файлы для каждого плеча. В этом плеере используются, догадайтесь, что? Радиолампы. В плеере лампы, причем разработанные специально для таких миниатюрных устройств. То есть, такие лампы, они стеклянные, плоские лампы. Не то, что раньше бы делали миниатюрные лампы, типа такие вот стержневые лампы. Там сделано примерно то же самое, но специально для такого рода техники. Это, по-моему, вообще... То есть, тут до рационализма дистанция просто гигантская, как до Луны. Но, однако, даже в такой технике бывают интересные вещи. То есть, люди экспериментируют, пробуют. Иногда из подобного рода решений, безумных абсолютно решений, бывают, всплывают интересные идеи. Оказывается, некоторые решения вроде бы нелогичные на первый взгляд. Впоследствии могут казаться логичными. То есть, или всплывет какой-нибудь неожиданный результат, который можно будет использовать впоследствии. И что бывает иногда не только в аудиотехнике, а вообще в любой науке. То есть, стоит только начать искать в неожиданных местах, как иногда находятся интересные вещи. В этом плане мне жутко нравится и что касается наушников. Вот эта фирма AFL. Я о ней рассказывал. Парочка наушников у меня есть. Они отличаются фирмы тем... Вот такие здесь у меня обычные. Это Magic One. Здесь эти наушники с всего одним на одном аромоторном драйвере. Но параметры, полученные с ними, просто великолепные. Идеальная частотная характеристика только с одним аромоторным драйвером. Ребята из этой фирмы используют в качестве формирователя амплитудно-частотной характеристики не только пассивные фильтры на RC или LC элементах, но и акустические резонаторы. Я просто радуюсь. Не могу нарадоваться ребятам из этой фирмы, которые делают эти наушники. Они достигают великолепных результатов. Каждые их наушники, которые у меня были... У меня чемпионские наушники. Вот они здесь. Наушники AFL Performer 8. Я потом покажу крупным планом. Вот они здесь. Это мои чемпионские наушники. Звук у них великолепный. И они тоже используют в качестве кроссоверов и фильтров, формирующих АЧХ, резонаторы. Сейчас у них зареет интересная разработка. А потом мне ребята из этого магазина Hi-Fi Go обещали прислать новейшие изделия этой фирмы AFL. Они сформировали АЧХ с помощью 14 арматурных драйверов, но на основе все тех же акустических резонаторов. У них какой-то уникальный резонатор получился. Вернее, получился ли. Что получилось у них, мы узнаем, когда я увижу это изделие и пощупаю его. А пока мне прислали вот такую коробочку Da Vinci. Я сегодня ее получил. Давайте мы раскроем эту коробку и я вам кое-что расскажу про них. Дело в том, что у этой фирмы DUNA модель Da Vinci. У фирмы DUNA, я заказал на их сайт, наушники всевозможные. Есть большое разнообразие по внешнему виду и по характеристикам. Они очень разнообразные. Мне там не все нравятся, даже по дизайну. Но вот эта модель совершенно новая. Вот только что они ее разработали и прислали мне вот эту модель. У этой даже серийный номер 102. То есть, это всего 102 экземпляр Da Vinci. Фирма DUNA совместно с YouTube-каналом GIZ Audio. Давайте посмотрим, что это такое. Потому что, судя по картинкам, я уже влюбился в эти наушники. Но, что будет в натуре, мы увидим и пощупаем. Что-то он не… А, вот уже пошло открываться. Выглядит как обычно. Я не буду тут охи-ахи произносить. Мне нравится. Действительно очень красивые. Офигеть. Сразу буква R здесь. Выглядит. У них интересная деревянная крышечка из клёна. Здесь я уже вижу снаружи сеточка. Раз у них есть эта сеточка, скорее всего, будет слышен звук наружу. Они довольно толстенькие. Я еще раз вытащу вторую. Да, выглядит красиво. Просто очень красиво. У них сделано сейчас я посмотрю. Я вспомню. У них было интересно. У них пятиполосный кроссовер стоял. Эти наушники с двумя динамическими драйверами и четырьмя балансными. Там разделение идет. Я потом как-нибудь покажу. Друзья, это не обзор. Я просто сам хочу проверить первое впечатление. Потому что, как вы знаете, такой нормальный обзор можно сделать только предварительно попользовавшихся довольно большое время. Как этими наушниками Pilgrim я уже попользовался. Просто мне не очень понравились эти наушники. Поставлю сюда и посмотрю, что есть в комплекте дальше. Поролонка. Вот такой футляр. Посмотрим, что еще здесь есть. Шильдик на китайском языке. Я китайского пока не знаю, но я думаю разберемся. Здесь тоже инструкция на китайском. Оставим и инструкция по пользованию. Здесь у него интересный штекер. Он такой разборный универсальный штекер, который годится для всевозможных подключений. То есть и для балансного подключения разных типов размеров гнезда. И обычный. Открываем чехол. Чехол такой, симпатичный. Здесь я уже вижу, что здесь пакетик. Сейчас я вытащу все отсюда. И это провод. Провод вытащим. Пока все эти шуршащие. Интересно, видите, даже кончики запакованы в пакетики. Это мы пока отставим. Это трех с половиной миллиметровый ТРС гнездо. На сам этот провод нацеплен 4,4 миллиметра штекер. Я переставлю сразу на. Отвинчиваем. Отцепляем этот штекер и цепляем сюда. Здесь все интуитивно понятно. Потому что, в принципе, вы уже знаете. Кстати, балансное подключение – это тоже чистая аудиофильская вещь. Но у него мало есть рациональных причин для использования в аудиофиле именно балансного подключения и акустических систем, тем более уж наушников. Вернее, для акустических систем это еще можно понять. Потому что иногда нужно... Потому что балансный выход – это в основном нужно для того, чтобы увеличить мощность. Только и всего. Вернее, увеличить мощность и более рационально использовать источник питания. То есть, можно от источника питания, который низковольтный, получить мощность в четыре раза больше, чем от однотактного усилителя. Хорошо. Подключаем. Так, красный – это должен быть правый. Р. Подключаем. Раз. И левую подключаем штучку, чтобы нам послушать. Потом музыку какую-нибудь. Сейчас мы посмотрим, оправданы ли такие, так скажем, изыски. Футляр мы немножечко в сторону отложим. Оправданы ли такие изыски, эти полосные наушники? В принципе, как я уже говорил, количество драйверов внутри наушников – это вовсе не значит, что там чем больше, тем лучше драйверов. Так, здесь такие. Здесь всевозможные уплотнители. То есть, это не значит, что чем больше этих самых драйверов, тем лучше. Нет. Можно получить на одном драйвере, неважно каком – динамическом, планарном, арматурном. Очень хорошие характеристики. Так, я уже тут порвал. А, здесь еще переходник. С 3,5 на 6,5 мм. Здесь щеточка для чистки. Иногда бывает нужна для тех, кто не моет уши. И здесь еще. Так, здесь вот эти липучие. Поставим мой любимый размер амбашюр. Я не люблю слово амбашюр в контексте наушников для внутриушных наушников. Потому что амбашюр, по большому счету… Знаете, что это значит? Амбашюр – это монстр для духовых инструментов. И даже в переводе он что-то такое. Около ротье. В переводе с французского. Ну, а какой в ушах рот? Это довольно странно. Так, размеры у меня средние обычно. Здесь амбашюрки. Опять так амбашюрки. Просто уплотнители. В английском это называется ear tips. На французском я не помню, как называется. Пока монтировал, я вспомнил, как это будет на французском. Cousine d'oreille – это для головных наушников. И просто амбу для затычек. И здесь еще один. Нужно смотреть… В принципе, знаете, у этих уплотнителей, чем… Если большое отверстие на выходе, то это такие более универсальные подходят. Если зауженные отверстия, то такие уплотнители подчеркивают низкие частоты. Я, в принципе, не очень люблю басы в наушниках, потому что для какой-то конкретной музыки это может быть хорошо. Для частого использования и для мониторинга акцентирования низких частот – это не очень хорошо. Особенно для моего голоса. Потому что в моем голосе очень много низких частот. И если их не корректировать при мониторинге, то звук получается не очень приятный. Так. Сейчас посмотрю, какие вот. Слушайте, здесь интересно. Здесь почему-то зелененькие с очень узкой дырочкой, по-моему. Это поменьше. Хорошо. Давайте вот такие я надену. Среднего типа. Я сейчас посмотрю. Уплотнители должны сидеть в ушах герметично сделаны. Сейчас иконочку. Знаете, что я вам скажу? Ну, нормально. Вроде бы должны сидеть. По удобству приемлемо. Я пока не очень, так скажем, мне есть наушники, которые сидят в ушах удобнее. В принципе, вот эта конструкция наушников для, скажем, по удобству не всем подходит. Так сидит. Сейчас я вставлю в ушах. Раз. Сейчас секундочку проверю. Да, села нормально. Ну, в принципе, нормально. Немножечко есть небольшой дискомфорт. По удобству они пока не на первом месте. Я даже сразу вставлю, как в качестве мониторов. Раз. Два. Ой, черт. Да, слушайте. Звучит очень неплохо. Я себя сейчас мониторю. В качестве монитора вполне можно использовать. Но тоже довольно низкие частоты подчеркивают. В принципе, нужно приноровиться. Первое впечатление многообещающее. Сейчас я вставлю его в плеер. Послушаю музыку. А пока что вам рассказать. Сейчас я почитаю. Да. Плеер – это аудиофильский плеер. На самом деле плеер может быть обычный мобильный телефон. Врубая музыку. Пока он слушает музыку, я вам открою небольшой секрет. Сейчас эти наушники мне создают очень неприятные физические ощущения в ушах. Знаете, я все-таки поставлю поменьше. По-моему, здесь какие-то гигантские. Сейчас посмотрим, смогу ли я. Потому что вот здесь эти уплотнители слишком какие-то большие. Даже средний – это больше, чем мой обычный, мой любимый размер. Сейчас я посмотрю. Может быть, мне сгодится и этот. Хватит. Если будут низкие частоты, не будут? Нет, по-моему, все-таки маловато. А, стоп. Это музыка такая странная. Нужно поставить какую-нибудь более эстрадную. Здесь просто пианино играет. На пианино ничего не распознать. Потому что в рояле низких нет. Контрабасом не играют. Мы включим тестовую сразу фонограмму. Как вы уже знаете, тестовая фонограмма – это у меня Taylor Swift Mi. Да. Все-таки маленькой придется среднюю надевать. Я, конечно, потом поэкспериментирую вне кадра и посмотрим, что получится. Потому что довольно скучно наблюдать такие вещи во прямом эфире. Но, тем не менее, это у нас посиделки. Вот я сейчас слушал. Это не DaVinci. Это мои чемпионские. Афул Перформер 8. Я их сравнивал. Посидел немножечко, минут 15. Взял Pelegrim и Афул Перформер 8. Pelegrim, конечно, по удобству для моих ушей. Просто великолепно сидят и работают они просто великолепно здесь. Если включить и послушать их, звучат просто супер. Обалденно. А теперь включаем DaVinci в наши ухи. Я уже сделал выводы. Я просто демонстрирую свое изумление. Вставляю уши. И, внимание. Отлично. И еще один большой минус. Это не касается ни звука, конструкции. Они очень неудобные для моих ушей. Вроде бы ничего такого нет. Перформер 8 и эта конструкция. Правда, здесь у него рожок такой у Перформера 8. Они сидят просто… Они почему-то вроде бы по ширине примерно одинаковые, но эти торчат из ушей. В моих ушах просто неудобно. Абсолютно неудобно. По звуку хорошо, но долго в них сидеть просто невозможно. После съемок этого фильма я так и нашел подходящие уплотнители, и эти наушники стали очень даже удобными. Я даже монтирую в них этот фильм. Решение. Вот эта крышечка деревянная. Очень красивая. Выглядит очень красиво. Я, может быть, еще… Это только первое впечатление. Я, может быть, еще поиграю. Может быть, поставлю уплотнители от каких-нибудь других наушников. Я, кстати говоря, и попробовал уплотнители другого типа. Вот эти цилиндрические уплотнители. Они меньше акцентируют низких частот. То есть, если низкие частоты сильно раздражают, можно поставить цилиндрические уплотнители. Тогда у них, наверное, герметизация не такая четкая. Но они очень неудобные. Они прилипают к коже. И потом их трудно вытащить из ушного прохода. Эти обычные силиконовые. Вроде бы, сравнивая с пилигримом, здесь очень мягкая, тоненький силиконовый уплотнитель. Приятно сидит в ушах. Эти в ушах вообще не чувствую я пилигрим. Я, вроде бы, должен хвалить вот эти наушники Дуну да Винчи с таким красивым названием и с таким красивым внешним видом. Такие неудобные. Ребята, давайте сделаем еще один эксперимент. Давайте замеряем АЧХ. Я даже камеру не буду выключать. Прямо так и на ваших глазах изменить. Попользовавшись этими наушниками в течение суток, я понял, что единственный недостаток этих наушников – отсутствие в комплекте подходящего размера уплотнителей для моих ушей. Для ваших, я думаю, тоже. Все же я не буду показывать вам весь процесс измерений. И это нудно. Продолжаем разговор. Ну вот. АЧХ мы сняли. Вы видите его на экране компьютера. Сейчас вы видите его на полный экран. Получилась практически идеальная характеристика Хармона. Мало чем отличается по частотной характеристике от пилгрима. Я, конечно, и попользуюсь ими еще немножечко. Я о них еще потом расскажу кое-что. Дело в том, что обзоры, как вы уже знаете, не очень нравятся мне. Я еще не придумал тему для того, чтобы делать нормальный обзор по этим наушникам. И ребята из этого магазина присылают мне всевозможную технику, которая мне нравится, в которой есть какие-нибудь фишки, за которые можно было бы зацепиться и сделать интересные видео. В принципе, я не считаю, что это большая реклама. Потому что ребята из этого магазина Hi-Fi Go присылают мне и не требуют никаких таких хвалебных видео по этому поводу. Даже вот эти наушники. В принципе, я их обругал. Вроде бы хорошо, все отлично, красивые, но в ушах сидят просто неудобно. Для меня зверски неудобно. Я могу, имею право поругать и высказать свое мнение. Как субъективное, так и объективное. Вы видите, АЧХ у них получилась великолепная, идеальная. По нелинейным искажениям многополосная схема кроссовера дает явный выигрыш. В нелинейных искажениях где-то раза в два меньше, чем у трехполосных и малополосных или однополосных. Эти вещи, которые сейчас лежат у меня на столе, в частности, они мне… Мне это просто нравится. Мне за это ничего не платят. Только то, что присылают бесплатно всевозможную технику. Но у меня нет обязательств перед этими ребятами из магазина Hi-Fi Go, что я буду петь им дефирамбы только за то, что они мне что-то прислали. Я еще не все принимаю то, что они мне предлагают. Вещи, которые мне явно не нравятся, то есть, там нет за что зацепиться в плане какого-нибудь рассказа о каком-нибудь явлении или как все работает, мне это не очень интересно. Я тогда отказываюсь от этой техники. Или наоборот, какие-нибудь чересчур смешные изделия, в которых странные технические решения. Допустим, вот этот же плеер. Я же разнес его по большому счету. Да, он хорошо работает, все нормально, но в нем есть нерациональные технические решения, которые излишни. Вот эти наушники, о которых я сейчас рассказывал, два низкочастотных драйвера. Странно. Зачем это нужно было делать? Тут непонятная цель этого технического решения. Но, тем не менее, может быть, ребята, которые разрабатывали эти наушники, они знали, что они хотели получить. В принципе, объективные измерения показали, что возможно это техническое решение привело к тому, что у него немножечко, так скажем, поменьше нелинейные искажения. И АЧХ, в принципе, практически идеальная Хармановская. Может быть, немножечко акцентированные низы. Не знаю. И слишком инфра низкие частоты я не слышу. Я не могу оценить. Может быть, они там 5 Гц пишут. Кстати, вот эта надпись HiRes. Я, конечно, не проверял, они сертифицированы официально или нет. Но то, что подобного типа наушники… Да. Внезапно закончилось место на флешке. Ну, вы поняли. Это не HiRes. Там нет никаких 40 кГц. Вы же видели все на АЧХ. Нет там 40 кГц. Так, я выкинул лишние файлы с флешки. Продолжаем наш разговор. Может быть, пора завязывать? Нет, минуточку. Еще раз напоминаю, что с 1 по 7 июня в магазине HiFi GO будут большие скидки до 30% в том числе на вот эти наушники, которые я вам показывал. Пилгрим, Дуну да Винчи, Перформер 8 и много разных других. Заходите в этот магазин. К тому же сейчас опубликованы скидки, которые будут с 1 июня. Можете ориентироваться на мое мнение. Можете приобретать свое мнение. Это не возбраняется. В общем, друзья, на этом, наверное, пора заканчивать. С вами был Александр Щербин. Познавайте мир и делайте его красивым. Субтитры сделал DimaTorzok